Музыка После того, как я записал ролик про голосование Александра Куницкого и его позицию в отношении Авакова, помните, да, вот это с министрами, список из министров, в который был включен Аваков, начали многие, ну как сказать, поддерживать Александра, да, и причем такие вот вещи интересные писали, кто-то писал, что типа, ну подождите, там время покажет, ну блин, ребята, мы ждем уже 28 лет, время так ничего и не показало, еще хотите подождать, да, кто-то там писал, о, был бы ты на его месте, посмотрели бы, что бы ты делал, ну, ребята, я не на его месте, и поэтому нечего мне как бы забрасывать такие вещи, которые ко мне реально не относятся, вот был бы я на его месте, сделал бы что-нибудь, тогда бы вы давали мне оценку, а так, ну извините, ну это все ерунда, выдумки, и что самое главное я хотел в этой связи рассказать сегодня, я сегодня вот катаюсь по судам, у меня сейчас тут перерыв такой часовой, я приехал в Голосеевский суд, тут заехал в лесочек, тихо, тут спокойно, и самое главное не жарко, я решил вам записать видео, потому что прям сейчас происходит рассмотрение вопроса, Верховной Раде, вопроса о снятии, ну, снятии, отмене адвокатской монополии, к чему это, я это хочу именно вам, как пример продемонстрировать, что такое принципиальная позиция, и как раз этот пример, ну, на себе самом буду показывать, то есть, ну, не подумайте, я там не хвастаюсь, ничего, просто как бы, вместо того, чтобы показывать пример на ком-то другом, да, вот, лучше всего показывать на себе. Еще с 2017-2016, да, еще началась вся эта ерунда с адвокатской монополией, и в итоге были ограничены права юристов, которые, в общем-то, не имели корочки адвокатов, вводилось оно постепенно, сначала там ограничивали в Верховном суде, потом в апелляционном, а потом в итоге и в судах первой инстанции. И мои родственники, близкие и знакомые, и те же самые адвокаты мои знакомые, мне говорили, Женя, так получай адвокатское удостоверение, а то ж все, не сможешь дальше работать. Я говорил, нет, я считаю, что адвокатское монополие это ограничение моих прав, потому что, ну как, я до этого мог представлять интересы людей, а потом меня этой возможности, ну, не то чтобы лишили, но в некоторой степени ограничили, да, то есть, я в итоге смог представлять интересы людей только в определенных делах, не во всех. То есть, у меня отобрали часть, получается, моих прав, точно так же отобрали и у самих клиентов возможность обращаться не к адвокату. То есть, раньше он мог обратиться к юристу, а после принятия вот этих вот изменений в Конституцию, получается, человек был лишен права, либо ограничен права на обращение не к адвокату. Вот. И вот мне говорили об этом, а я говорю, нет, не буду, потому что они пытаются, ну, как бы, нагнуть меня, ну, в том числе меня и многих других. По статистике, вот приблизительно есть такие цифры, адвокатов где-то там около 20 тысяч в Украине, а юристов 400 тысяч. Вот. И если, как бы, играть по правилам демократии, то тогда непонятно вообще, каким образом у нас решение принималось в интересах меньшинства. Причем, ну, прям совсем меньшинства. То есть, в 20 раз меньше адвокатов, чем юристов. Но решение про то, что именно адвокат может отстаивать права человека в суде, принимается в пользу меньшинства. Ну, это глупость. Никакой демократии здесь нет. Вот. И несмотря на то, что несколько лет вот это внедрялась эта система, я не поддавался этой ерунде. Мне говорили, давай, 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 получай. Я говорил, нет, не буду, не буду, ни в коем случае не буду. И это имело для меня проблемы. Ну, как бы, я лишился части клиентов, я лишился части заработка. Но я не прогибался под эту всю систему. Я перечитал эти все законы, и я увидел, что монополия адвокатуры, она не просто так сделана была. Не для того, чтобы там к европейским каким-то стандартам прийти. Они таким образом поменяли законодательство, чтобы сделать адвокатуру управляемой. Понимаете? То есть, вот предыдущая вся вот эта власть, они нагнули прокуроров, СБУшников, полицию, судей, всех взяли, знаете, вот в цепкие ручонки свои. А осталось только одно, на что они не могли влиять, на адвокатов. И они решили сделать адвокатов управляемыми. Потому что, во-первых, туда нужно попасть, это сложно. А потом еще, если ты, ну, как бы, неправильно себя ведешь, да, грубо говоря, или защищаешь не тех, тебя могут очень легко лишить статуса. И все. То есть, и таким образом пытались давить на адвокатов. Когда я это все прочитал и понял, я сказал, тем более, ни в коем случае, я не хочу быть адвокатом. Не хочу, никогда не хотел и не хочу сейчас. И прямо сейчас вот они рассматривают этот законопроект. И я так понимаю, они его примут. Ну, как примут, они его сначала отправят в Конституционный суд. А Конституционный суд со своими выводами уже, конечно же, потом отправят в Верховную Раду назад. И, соответственно, Верховная Рада примет этот законопроект. И вот это называется принципиальная позиция. Понимаете? Несмотря на то, что для меня этот вопрос создавал проблему, для меня лично, для моей семьи, я не прогнулся. Я до конца отстаивал свою позицию. И в итоге моя позиция, я думаю, отстоится вот новыми уже депутатами. А позиция по типу... Ну, вообще, я против Вавакова, но, как бы, они же подаются пакетом, все эти министры, поэтому я не знаю, подскажите. А вообще, я воздержался. Это не позиция. Это хрень собачья. Вообще, тему с адвокатской монополией, я думаю, раскрою чуть шире в одном из следующих роликов, потому что там много интересных моментов, что хотелось бы вам рассказать. Но на сегодня... А, нет, на сегодня еще не все. Сегодня вечером еще будет вторая серия велопатруля. А с принципиальной позицией на сегодня все. Пока. Переходимо до прийняття решения. Відповідно до статті 146 регламенту Верховної Ради України, ставлю на голосование для прийняття в целом проект постанови реестраційный номер 1013-П про включення до порядку денного 2-го сессии Верховної Ради України 9-го скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії і про його направлення до Конституційного суду України. Прошу народних депутатів підтримати та голосувати. Дякую. Решение принято. За 337. Проти.